Приветствую вас. Вам уже довольно много было там ответов. Вот. Я постараюсь больше по суть вашего вопроса сказать. Значит, смотрите, чтобы вам поменяться. Во-первых, поменять это слишком глобальная задача. Поменяться вам, ну, скорее всего, давайте будем реалистами, и поменяться вам полностью не получится. То есть вы такая, вы уже расформировались, и, собственно говоря, привыкли поступать определенным образом. Есть желание, значит, идти себя по-другому. Это посвально, вы молодец. Это желание можно воплотить, но не в единовременном каком-то изменении. Тут нужно понимать, что это борьба. Нужно понимать, что если вы выбрали такой путь, путь, значит, более личностный путь, более ориентированный на себя, то людям не нравится, что вы ориентируетесь на себя, потому что, как вы правильно сказали, люди привыкли к тому, что вы делаете для них, все, что нужно. А тут вы вдруг начинаете думать о себе. Естественно, люди это не принимают. Так вот, первый транслятор – это то, что та индивидуальность, которую вы хотите получить, именно индивидуальность, ее мало поступать как-то. Важно ее отстаивать. То есть в принципе, как мне показалось, свой личностный выбор вы делаете. Вы говорите, я поступаю вот иногда так и так же. Но получаю обиды, и именно из-за обид, значит, все идет на приказ. Соответственно, ситуация заключается в том, что вы не отстаиваете свои взгляды, не отстаиваете свои позиции, не отстаиваете почему. Вот это очень сложный вопрос. Боитесь обид? Боитесь остаться одна? Не уверены в себе? Почему? Почему вы не отстаиваете свою позицию? Ну, обижаются на вас люди, да, обижаются, потому что им непонятно, откуда у вас такая модель поведения взрывает вдруг. Вы же всегда, вы же всегда все делали для других, отстоп, и вы внезапно ставите на торфеды. Естественно, это непривычно, естественно, это обидно. Человек, кстати, ожидает другого. И он думает, что это что-то выдающееся, что-то экстраординарное в вашем поведении, понимаете? И правда заключается в том, что ему нужно показать, ему нужно показать, что это нормальное ваше поведение, что это обычное поведение, что вы теперь будете себя, ну, например, будете себя вести так, понимаете? Вот. А если вы, соответственно, не отстаиваете свою позицию, откуда взяться тогда каким-то переменом? И потому первое, это почему вы боитесь обид. Чем они для вас так страшны? Скорее всего, идет это изъедство обиде, это именно тем, наверное, что... Это именно то, наверное, чем манипулировали ваши родители или использовали ваши родители, то есть когда говорили вам, что вы должны быть, значит, ну вот, вы пишите, да, что меня воспитали так, что мне нужно быть хорошей для всех, вот. То есть, как так воспитывать-то? Наверное, вы не позволяли вам думать о себе. Как вы воспитывали? Наверное, обижали, когда вы думали о себе. И вы, естественно, боитесь этих самых обид. Они для вас казаться чем-то страшны, вы начинаете чувствовать себя виноватой. То есть, испытываете чувство вины. Общество давит на вас именно с помощью чувства вины, вот. Чувство вины – это вполне нормальная реакция на то, когда человек не несет ответственность за себя, а не несет ответственность за других. Вот поэтому вы испытываете чувство вины. То есть, чувство вины – это всегда результат того, что человек берет ответственность на себя за других, при этом складывая в себя, а себя ответственность за себя же. От себя ответственность вы не несете, потому что вы, наверное, очень много о себе думаете и пытаетесь быть хорошей для всех. То есть, последовательность, если теряется с вами индивидуальность, теряется свою уникальность. О какой ответственности за себя здесь идет речь, вот. Поэтому эти чувства вины. Далее. Значит. Второе. Помимо значения обид для вас. Помимо значения обид для вас хочется сказать следующее. Значит. Почему вас, родители, воспитывали именно в таком ключе? Чем это продиктовано? Как они объясняли свое воспитание? Почему они считали, что нужно быть хорошим для всех и нельзя думать о себе? Ваши родители не ошибутся, если скажу, что они родились и выросли в Советском Союзе. И там эта идеология правильная. Там эта позиция верная. Там эта позиция нормальная. Там это так должно быть. Но вы тоже живете в другом мире. И, соответственно, другие ценности. И в этом мире, в современном мире, такая позиция не является правильной. Соответственно, вам нужно лучше понимать культуру того времени, в котором жили ваши родители. Понимать лучше ваших родителей. Понимать, чем продиктована их позиция. Для того, чтобы как раз таки лучше отдавать себе отсчет в том, что они хотели... Чего они хотели, точнее, отдавать, когда говорили о подобных вещах. То есть, я имею ввиду, почему они считали, и, наверное, считают, что нужно быть хорошим для всех. Знаете, по их мнению и по их ценностям, быть хорошим человеком для всех – это единственный способ в их мире чего-то добить. Это единственный способ в их мире иметь какое-то положение в обществе, в социуме. Но в современном мире, еще раз повторюсь, все не так. И до тех пор, пока вы не будете смотреть на позицию своих родителей, на позицию тех, кто вас так воспитал, как на позицию именно человеческую, а не как на позицию родителя. Соответственно, вам будет сложно от этого абстрагироваться. Вам сложно будет от этого уйти. Вам сложно будет на место их ценности поставить свои ценности. Кстати говоря, о ценностях. Какие они у вас, эти ценности? Какие у вас ценности? Вот вы говорите, что я хочу сказать, я хочу больше, чем у меня сыграть. Хорошо, это здорово, вы молодец. Но, а ценности-то у вас какие? Вы же не просто так к этой мысли пришли. Значит, у вас были некие основания полагать подобным образом. Некие основания думать подобным образом. Вот и давайте попробуем с вами определить. Так какие же ценности заставили вас хотя бы в мыслях поменять свой курс? И в мыслях хотя бы представлять, что вы там как-то по-другому себя ведете. Вот. Попробуйте, пожалуйста, данный момент определить. Это очень важно. Далее. Подумайте так. Значит, во-первых, что вы хотите? То есть, для чего вам думать больше о себе? Чего вы хотите вам из этого добиться? Поставьте себе цели, потому что без четких целей это всего лишь абстрактные понятия и не более того. Значит, подумайте, придумайте себе цели. Ради чего все это? И постарайтесь более подробно рассмотреть идею, быть хорошей для всех. То есть, что это значит? Ну и последнее, наверное, о чем мне хотелось вам сказать, это о том, что люди, которые вокруг вас, они естественно видят вас определенным опытом. То есть, я имею в виду, вот, если вы там зарекомендовали себя, скажем, как человек, который хороший для всех, который делает все для всех. Если вы зарекомендовали себя таким образом, то, естественно, люди будут думать, что вы, ну, вот, вы такая и вы, вот, должны быть именно такой. То есть, их образ, и точнее, ваш образ для них, он очень сильно устоялся. И чтобы сменить его, нужно не одно какое-то конкретное действие, поведение и так далее. Нужна именно деятельность. Но не чтобы люди привыкли как бы заново, то вы ведете себя по-другому, то вы ведете себя иначе. Это, это именно деятельность. Это именно, не просто поступок, один поступок, да, а это именно деятельность. И поэтому, если вы хотите вот стать другой, хотите меняться, то вы будете готовы к тому, что это не будет что-то так вот, вот, единовременно. Это именно, вот, такая последовательная деятельность, направленная именно на достижение ваших целей. Опять же, целей, целей, ради чего, для чего я хочу больше думать о себе. Смотрите, что я делаю. Это вот тоже очень, очень важно. И без этого, без проработки, без родительских отношений, без понимания того, какие у вас, собственно говоря, ценности, без понимания того, что вам важно, без всего этого не получится поменять устоявшиеся. Ну, устоявшиеся методы, устоявшиеся по всей позиции вашей, все равно привычка будет. Все равно, сколько бы вы не разговаривали, например, с психологом, если вы не будете действовать подобным образом, то раз и разом эта позиция все равно будет давать вас влюбленность. Там это в своей привычной среде, а вы будете приводить равно больше времени. И вывод от жира такой, что нужно не только делать, вот я говорю, но и среду свою стараться менять, образ жизни стараться менять. Чтобы где-то была среда, где люди видели вас по-другому. Не такой, какой вы представляетесь тем, с кем вы знакомы и сейчас. Вот. А это опять же, крат-таки, арендация на свои интересы и на то, чем бы вы хотели заниматься. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались дополнительные, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok